Добрый день! И снова стою в пробке. Сначала об Америке. Ситуация с президентом Трампом продолжает развиваться непредсказуемым образом. Назначение специального представителя для расследования связи его предвыборного штаба с Россией это событие из ряда вон выходящее. Но представьте себе вот алексей навальный выпустил фильм он вам не димон с обвинением премьер-министр в коррупции и александр бастрыкин писать следственного комитета неожиданно начинает расследовать это письмо это видео и проверять факты коррупции после чего журналисты раскапывают как александр иванович вы ведь были на даче у дмитрий анатольевича в писхака и в плёсе знаете как то вот не хорошо будет ой 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 я ухожу в сторону от этого расследования и поручают расследование господину краснову моему заместителю господин краснов начинает следствие и в это время журналисты копают дальше господин краснов но вы же написали письмо премьер-министру медведевого о проблемах с коррупцией высших эшелонах власти говорит да было такое дело знаете господин краснов вот не хорошо что вы это дело расследовать да 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 и назначает независимого прокурора который имеет право вызывать людей на допросы проводить официальные естественные действия вот примерно это самое случилось в америке то есть назначение бывшего директора фбр господина мюллера фамилия замечательная для того чтобы расследовать связи штаба господина трампа с россией это событие из ряда вон выходящие с точки зрения россии абсолютно нормально для американской демократии которая нам не нравится и мы живем своей суверенной демократией но тем не менее то как работает демократия в америке это интересно этот случай был очень интересным для меня и очень поучительным важным событием в жизни россии сегодня безусловно явилось то что в государственной думе подготовлен пакет поправок законопроекта о реновации жилья в москве власть испугалась давление власть испугалась возмущения и на первый взгляд многие поправки внесены учтены многие замечания москвичей здесь и возможность выбора жилья из нескольких вариантов и возможность голосования жильцами большинством голосов две трети плюс один за то чтобы соглашаться или не соглашаться на программу реновации здесь много чего на мой взгляд самое главное это то что восстановлено право на судебную защиту право на судебную защиту открывает возможность для тех кто попадает под эту программу тех кто с ней не согласен защищать свои интересы во всех судах не только в басманном или хамовническом не только в мосгорсуде или в верховном суде но и в европейском суде по правам человека где права собственности относятся очень и очень внимательно поэтому мне кажется что это очень большая победа москвичей очень большая победа нашего гражданского общества и на самом деле это демонстрация того о чем мы уже много раз говорили власть боится давление общества так было в декабре одиннадцатого года когда в то время президент медведев внес пакет за поправок законы о либерализации политической жизни так случилось и на этот раз как только общество начинает возмущаться как только власть понимает что сотни тысяч людей готовы выйти на улицу и выступить против нее власть идет на попятное власть боится давление поэтому единственное что мы можем сделать это продолжать на нее давить используя каждый возможный повод и тогда она будет меняться и тогда она будет менять нашу жизнь к лучшему без давления власть будет давить нас то есть или мы ее давим или она нас давит ну собственно говоря все пора ехать поехали а